Всем привет! Меня зовут Григорий, а вы смотрите канал Анатомия Дела. Тут мы говорим о маркетплейсах, бизнесах и профессиях. Многие из вас знают, что у меня богатый опыт в запуске и продвижении интернет-магазинов. Уже 12 лет я занимаюсь e-commerce и постоянно пытаюсь зарабатывать каким-то образом в интернете. Но на днях меня посетила мысль. А что актуальнее в 2021 году? Открыть свой собственный интернет-магазин или все же продавать на маркетплейсах? Последние два года я все свои усилия направил на маркетплейсы Озоны Вайлдберрис. Но все ли должны поступать так, как я? А что, уже нельзя открыть интернет-магазин, как в старые добрые, работать над SEO поведенческими факторами, писать статьи и так далее? Да, у меня большой опыт за плечами, но я не считаю себя гуру диджитал-маркетинга. Именно поэтому я хочу, чтобы вы мне помогли сделать этот выпуск. Сейчас я поделюсь с тобой своими наблюдениями, своими мыслями. А конкретно вас попрошу в комментариях к этому ролику высказать свою точку зрения на 2021 год. Маркетплейс или все-таки интернет-магазин? Ну а если ты на моем канале в первый раз, попрошу тебя подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Начнем с интернет-магазина. Что нужно для того, чтобы его вообще запустить? Ну, по-хорошему, дизайн всех страниц. То есть нам нужно найти веб-дизайнера, проработать с ним какое-то время, там займет это сколько-то дней, он сделает нам дизайн всех страниц, и мы ему заплатим за это примерно 10-20 тысяч рублей, ну и плюс неделя вашего времени. Теперь покупаем доменное имя и сам хостинг. Далее нам нужно сверстать, соответственно, все эти макеты, которые вам предоставил веб-дизайнер. Стоимость программиста, как и веб-дизайнера, очень разнится. Я называю вам средние цены, они могут быть как больше, так и меньше. Ну, давайте возьмем верстку, тоже примерно 15 тысяч рублей и также в среднем 7-10 дней. Вот прошло две недели, минус 30 тысяч рублей из бюджета, и у нас есть сырой интернет-магазин. Давайте даже допустим, что ты круто прописал техническое задание, и все сделано сразу на отлично, учтены все ошибки, и код сайта чистый, и все файлики на месте. Ну, вот прям получилось прям пушка с первого раза. Теперь наступает этап контента. Нам нужно заполнить интернет-магазин фотографиями, оригинальными описаниями, ну, в общем, скажем, привести в магазин в нормальный и презентабельный вид. После того, как интернет-магазин готов к запуску, нам нужно подключить систему платежей и решить вопрос с онлайн-кассой. Все вы знаете про закон, онлайн-кассы и так далее. В этом нам поможет платформа онлайн-платежей Покупо. Чем крутая эта система? Ну, во-первых, сам модуль платежей, его можно интегрировать в самые популярные КМС-системы, такие как WordPress, Joomla, OpenCard и так далее. Но помимо этого, то есть помимо самой интеграции модуля, вы всегда сможете сгенерировать онлайн-ссылку платежей и разместить ее, да хоть у вас во ВКонтакте, в Инстаграме и так далее. За сам модуль вы ничего не платите. Комиссия будет взиматься от входящих платежей. Это очень удобно, когда ты только начинаешь бизнес и нет понимания, какой будет оборот и так далее. С Покупо предприниматель может получать платежи от покупателей со всего мира. Ваши клиенты смогут оплачивать банковскими картами СНГ, Европы, США, Apple Pay, Google Play, Alipay и все, что заканчивается на Pay. Бесплатная онлайн-касса для юридических лиц и пешников. Покупо берет на себя обработку платежей в соответствии с 54-м федеральным законом. Ваши клиенты будут получать электронные чеки уже через саму онлайн-кассу Покупо. А вам покупать или платить за аренду онлайн-кассы, соответственно, не нужно. Конечно же, это рекламная интеграция системы онлайн-платежей и модульных историй для бизнеса Покупо. Но от себя могу добавить, что я проходил этап подключения онлайн-кассы и вот этой всей истории. Это тот еще геморрой. И если это начинающий бизнес и ты не знаешь, пойдет ли он, будешь ли ты им заниматься долго или через два месяца придется закрывать, это очень большой плюс, что ты не будешь себя утруждать вот этой всей историей с онлайн-кассой. Плюс система платежей позволит тебе принимать платежи хоть из Китая, хоть из США и так далее. Это огромный плюс. Это вам от себя чистосердечное. Поздравляю! Теперь у тебя есть свой собственный интернет-магазин. Но что делать дальше? Где брать заказы? Ну, первым делом, банально, нужно настроить какую-нибудь контекстную рекламу по стилю Яндекса Директа или Google AdWords. Давай допустим, что ты это сделаешь сам и сделаешь это хорошо. Принесет ли тебе эта тема вообще продажи? Может, да, а может, нет. Бюджет на тестирование рекламной кампании, потом бюджет на всю рекламную кампанию, анализ поведенческих факторов, внутренняя оптимизация сайта, улучшение юзабилити сайта. Над этим работать можно и нужно вечно. Уровень успеха оценить заранее не получится. Я даже, в свою очередь, для себя сделал вывод, что создать успешный интернет-магазин в 2021 году без бюджета от 2 миллионов почти невозможно. Исключением будут люди, которые создают свой продукт, не имеющий аналога на рынке. Продукт, который востребован на рынке, и ты являешься его единственным дистрибьютором. Во всех других случаях лучше потратить свои силы и средства на доски объявления по типу Авито, Юлы и так далее. В принципе, касательно интернет-магазина я сказал все. Давайте теперь обсудим по теме маркетплейсов. Для начала работы на маркетплейсах требуется стартовый капитал. Давай допустим, что у тебя на руках примерно 100 тысяч рублей. Логично предположить, что первым делом мы ищем товар на различных оптовых площадках, производствах в России или же в Китае. И закупаем его. Желательно хоть немного разбираться, экспертность точно не будет лишней. Далее открываем личный кабинет. Это несложная процедура. Проходим модерацию и уже параллельно во время открытия личного кабинета готовимся к размещению. Делаем контент, подготавливаем карточки непосредственно к размещению на самой площадке. Проводим тщательный анализ конкурентов и на основе анализа ключевая задача понять, чем вы можете быть лучше. Цена, продукт, упаковка, может быть какой-то подарок. Без конкурентного преимущества и четкого понимания, зачем вы идете на маркетплейс. Даже если всего этого у вас нет, у вас могут быть случайные продажи, чего ни при каких условиях не будет в собственном интернет-магазине. Для более эффективных продаж на маркетплейсе весь фокус и всю энергию лучше направить на поиск товаров и анализ рынка. А вторичными процессами, такими как маркировка, упаковка, логистика и даже введение личного кабинета лучше отдать на аутсорсинг. Есть крутые ребята, которые вам с этим помогут. Ссылка в описании. Друзья, подытожим. Интернет-магазины в 2021 году стали менее актуальны. Из-за высокого порога входа, кучи процессов, наличие интернет-магазина не гарантирует вам ожидаемого результата. С другой стороны, маркетплейсы дают тебе возможность тестировать различные ниши при минимальных вложениях. Возможность пользоваться огромными ресурсами самой площадки. И если тебе важно мое мнение, я отдаю свое предпочтение маркетплейсам. Но, как я говорил ранее, если ты производитель или оптовик, интернет-магазин всегда будет актуален. Собственно, на этом все. Я высказал свою мысль. Как я говорил ранее, прошу тебя покомментировать, пообщаться. Давайте откроем дискуссию в комментариях. Я уверен, что среди моих подписчиков есть очень много владельцев интернет-магазинов. Расскажите, как у вас получается в 2021 году. Дает ли это, приносит ли какие-то прибыли или вы перешли на маркетплейсы. Будет очень интересно это почитать. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, подписываемся, колокольчики, ссылки на все ресурсы в описании. Всем пока, до новых встреч.